здравствуйте уважаемые зрители в эфире передача версии с вами ее авторы данил богатырев и сергей вазовский а в гостях у нас сегодня максим гольдар председатель партии союз левых сил здравствуйте здравствуйте данил здравствуйте сергей раз люди хотелось бы добавить что теперь союз левых сил звучит по-новому за новый социализм надеюсь что он точно так зазвучит потому что такое решение съездом принято и бумаги переданы в минюст а вы сами отлично знаете как сегодняшний зеленый минюст работает в кавычках для того чтобы максимально ставить препоны для развития партии особенно социалистического толка я вас то ли огорчу то ли наоборот воодушевлю дело в том что он так работал в 2009 году мы тогда подали на регистрацию гражданское движение право народа в котором была прописана организация выборов как это вы выборы будете организовывать ну как но мы гражданская сила мы можем там организуют чтобы люди ходили на выбор вот этого нет вот вот такой активности вот точно не нужно поэтому как работает минюст мы давно хорошо знаю так или иначе ситуацию усугубилась поэтому название на съезде принято за новый социализм но пока она не зарегистрирована минюсте союз левых сил окей сегодняшнюю передачу обычно мы как бы берем за основу и дальше уже отталкиваемся вольное плавание какие-то насущные животрепещущие последние происшествия которых у нас к сожалению хватает в каждой неделе но сегодняшняя это как бы итоговая программа года хотелось бы поговорить вот о чем вот 30 лет мы так или иначе достаточно последовательно шли к тому в чем сегодня оказались вот ваше видение что это происходит почему произошло и как из этого и куда выходить во первых тогда стоит вспомнить что сегодня годовщина образование ссср почти столетний юбилей 99 лет вторых стоит вспомнить что украинская республика в составе союза была пожалуй бриллиантом на этой короне почти индия нет я бы не сравнился индия была реальной колонией в ней неплохо себя чувствовал чувствовала прослойка которую поставили управлять этой колонии из местных но в целом это была колония я имею ввиду у ссср определение жемчужек у ссср точно не было понятно у ссср точно не было колонии вы это меня более научно-технический промышленный о сельском хозяйстве нет смысла говорить потенциал был таков что наверное этой республике завидовали все а если говорить о кадрах то кадры составляли чуть ли не львиную долю верховного командования советского союза на протяжении десятилетий в разных отраслях от научных военных до политико-партийные здесь даже больше добавлю смотрите каждый раз когда говорят о том что россия пытается восстановить империю империю присоединить захватить и тому подобное россии в двадцать первом веке ее первостепенная задача это освоит наконец сибирь освоить они просто иметь и освоение сибири без того потенциала украинского о котором вы говорили совершенно невозможно то есть они прекрасно понимают что вот этот набор ученых руководителей и людей привыкших работать опять-таки белого цвета они больше нигде не найдут ну вопрос спорный последние семь лет за которые кстати им сегодня предъявляют претензии евросоюз и американские торг предства да о том что россия в нарушение цивилизованных якобы норм в этого будучи под санкциями западного мира начала вместо того чтобы погибать развивать собственную промышленность и различного вида и импортозамещение да она тем самым нарушила прозападные цивилизационные нормы я пытаюсь близко к тексту передать претензии которые озвучили американцы и европейцы на 290 миллиардов я так вот как фильме там сама матики да как же ж тебя убить так вот я к тому что импортозамещение было направлено не только на противодействие западным санкциям но и замену того что перестала давать украина умы вывезли вы это отлично знаете как пример авиационная отрасль тут почти никого не осталось технологии там наверное на сегодняшний момент точно не хуже если мы возьмем допустим металлургии или угольную отрасль я с донбасса поэтому понимаю о чем говорю производство труб ну это не то на чем зиждется могущество российской федерации я все-таки попробую ближе пододвинуться к ответу на вопрос который вы поставили тема тема историческая ретроспектива показывает что эта земля которая сегодня называется украиной всегда лучше себя чувствовала в союзе не с западными державами которые относились к ней и к людям ее населяющим исключительно хищнически либо простите падальщики чески пожирая все что дает эта земля и пожирая по сути людей и населявших а страна всегда себя чувствовала намного лучше в любой форме содружества с ближайшими соседями разве это не факт была заключена перьяславская рада с договор на перьяславской ради на украину перестали набегать в том количестве татары и божья благодать сошла но там правда на грозе ограничились набеги поляков когда киев выкупили а московский царь выкупил киев вы отлично это помните как сейчас нахождение меня настолько покоробила фраза которую произнес зеленский на встрече с австрийским канцлером когда он сказал что наши народы связывают давние тесные исторические взаимоотношения почему покоробила ну называть рабство в австро-венгерской империи которая была уготована части сегодняшней украине галичине близкими историческими отношениями по моему свинство так вот я к тому что западная цивилизация сюда не несла добра во всяком случае историческая ретроспектива это опровергает нахождение в том или ином в той или иной форме союза с ближайшими соседями а россия это ближайший сосед всегда влекло за собой развитие этой территории и последнее обожаю книгу каплана месть географии она не россии не об украине она больше про западной цивилизации западной там великолепные есть примеры мексики можно говорить все что угодно но мексика рядом с америкой и умные правители мексики это понимают и они вместо того чтобы создавать конфликтную ситуацию с соседом который намного сильнее чем ты создают иную ситуацию которая позволяет сегодня мексики очень неплохо развиваться и кстати говоря развивающийся сегодня рынок мексики ставит под угрозу надутый экономический пузырь соединенных штатов поэтому другой стороны есть еще один сосед канада которые тоже не стремятся там войти в какое-то противодействие хотя там много наших сограждан но за канадой кстати стоит британия мы понимаем что в общем-то мне кажется за канадой стоит канада за канадой все таки стоит британия британского вот здесь содружества не стоит недооценивать да как и ночи с австралией прошлое нашей передачи как раз вот был виктор савинов который настолько по полочкам разложил что такое геополитика и это как таблица умножения ты можешь к ней относиться с любовью или или без любви но оспаривать ее невозможно и вот из всего спичек который савинов очень детально разложил стало понятно что вот место украины но только вот секрет я бы еще к этому добавил еще один теоретический аспект вот в политической науке есть в общем то такой раздел как империология то есть изучение вот империй и что она говорит нам говорит она нам следующее что бывают империи колониальные и континентальные чего как раз максим начал что нельзя сравнивать там украину в составе советского союза или там российской империи с индии составе империи британской и вот кого не альной империи что характерно когда они распадаются они больше не интегрируются обратно потому что связи разрушаются очень далеко кого не отстоят от метрополии и так далее вот а континентальные неизбежно опять тяготеют друг другу в той или иной форме союза там или новой империи их части так было так было с китайской империи с персидской империи с российской которая пересобралась потом советский союз и так далее и сейчас вот те процессы которые на западе обсуждают и осуждают как экспансию россии на постсоветском пространстве они ведь во многом обусловлены именно этим явлением потому что инфраструктура общее экономические связи миграционные потоки все это налажено за столетия и в общем-то разорвать их их не так просто мы видим это даже по нынешнему товарооборота украина с россией но есть еще я извиняюсь один крайне немаловажный аспект что империю делятся не только на эти подразделения также империи из донорские из паразитические то есть вот эта империя россии она особенно в годы советского союза это был чистый донор то есть всех кого она подтягивала к себе она не тянула оттуда соки да она их включала в свой политический аспект но за это вы же понимаете что там кто кто кормит тот и танцует а англичане или англосаксы как мы говорим они рассматривали любую канву колонию только лишь как по и сырьевую базу для себя ну а раз так то ответ номер один на ваш вопрос он не может быть только один да это номер один это наведение добрососедских отношений восстановление их с россией с ближайший в первую очередь понимание с ближайшими соседями и понимание того где ты находишься на географической карте в этой связи обалденно прозвучало заявление ван и по моему да министра иностранных дел китая сегодня было опубликовано о том что они видят свою историческую нынешнюю роль вместе с россией рука об руку в обеспечении глобального порядка и противодействия тем странам которые еще не поняв этого что они уже не гегемоны пытаются заниматься гегемонизации всего мира это говорит о том что я чуть-чуть отойду простите но между тем тема связанная не секрет для вас что украину рассматривают как полигон новых боевых действий или новой войны на евразийском континенте так вот это заявление на мой взгляд китайского очень солидного босса это заявление о том что китай в данном случае не останется в стороне потому что он отлично понимает свое место в мире в целом и в частности в евразии а если китай не останется в стороне то страна которая находится за океаном и привыкла в двадцатом веке только из-за океана зарабатывать на любых войнах деньги укреплять свою национальную валюту делая ее мировой она точно также будет втянута в эту бойню не дай бог если бой не начнется это говорит о том что противовесом одной мощной кавалькаде государств сегодня выступают уже как минимум два ну скажем так два очень мощных государств которым очень вероятно присоединиться бывшая колония который вы говорите хотя британское влияние там сильно но думаю что вариации очень много рядом находится пакистан это я к тому что войнушка которую пытаются затеять здесь не будет местечковой войнушкой и этого и это понимают и боятся европейцы надеюсь что до них дошло что ядерные облака не останавливаются санкциями шлагбаумами или ковидными ограничениями а самое главное те кто педалирует разжигание как конфликта здесь и находятся не на евразийском континенте точно также должны будут понимать что а их стороной уже эта тема не обойдет резюме это дает шанс считать что бряться не оружием не приведет к реальной войне теперь ответ номер два на ваш вопрос я на это я просто боюсь что не отвечу на ваш вопрос он настолько глобален и запишем следующую программу люди не устанут новый год я думаю мы пишем для того чтобы у людей какое-то просветление в мозгах это праздник настало потому что если мы просто вкладываемся во время ну мы же не и набрал шоу согласно согласно вот то что происходит это не не только геополитика это столкновение не только геополитических интересов на мой взгляд гораздо более глубинным является столкновение мировоззренческих позиций ведь та демократия за которую так ратуют си пауэр как говорил савинов она уже в общем-то претерпевает такие изменения которые далеко не всем людям понятно они для некоторых они отталкивающими является это же мы слышали в заявлении путина умели на консерватизме и тому подобное китай в этом отношении является и еще более скажем так радикальным государством государством которое не видит такого пути как демократическое развитие в том виде в котором его видят американцы но здесь надо понимать следующее у них это в крови их миссионерское желание насадить огнем и мечом свое видение мира вот оно должно быть только таким и только таким и если до сих пор до последнего времени это подтверждалось их убеждение в том что демократия это наивысшая форма развития цивилизационного то сейчас и подтверждалось тем что они действительно намного лучше жили там было гораздо комфортнее жить условия жизни то сейчас китай показал что это далеко не так и что без этой демократии можно развиваться и раз развиваться убирать крайнюю бедность убирать то чего не достигла ни одна из демократии и развиваться намного быстрее а теперь еще вот на этом как бы закончу это спеть в индии миллиард двести с чем-то тысяч миллионов миллиард двести миллион сорок процентов как сказал один из знаменитый индус едят раз в три дня еще 40 процентов едят один раз в день но остается 20 процентов которые живут очень хорошо даже по европейским меркам а теперь давайте соотнесем миллиард двести на 40 процентов на 20 процентов это сколько получается 24 240 240 миллионов это крупнейшая страна мира очень богатая с очень богатым населением получилось поэтому когда мы говорим об индии как они таком где там в ганге будут порты и тут же купаются и пьют воду это далеко не так все-таки там моют порты по ним отправляют трупы дают воду но кто-то богатый я не очень верю в статистику что там 20 процентов богатого населения не верю то что там есть богатая прослойка несомненно слишком огромный рынок рынок и труда рынок и производства и внутреннего потребления но в 20 процентов не поверю а к чему это то что там 240 миллионов по чему-то мнению богачей даму как это влияет на это к тому что есть та сила которая не входит вот в этот конгломерат о котором вы говорили китая россия там индонезия индия пока стоит особняком но все шансы на то что она выйдет вот вот тоже такие на такие позиции которые которые заставят с ней считаться не сомневаюсь вот а по поводу 20 или 10 процентов есть целый институт есть великолепные эксперты как сами давайте зададим вопросы дадим его через пару программ нашим зрителям ответ да был я думаю я думаю что это нужно задавать вопросы собственно где-то в индии тамошним их есть института вот но что касается индии на самом деле она имеет очень богатую традицию движения неприсоединения и в отличие от многих коллег вот я скажем вижу в заигрывание индии то с американцами из британцами то с россией вот недавно продолжение этой традиции то есть она пытается балансировать при этом никому не присоединяясь в этом ее сила и с другой стороны слабость но здесь стакан наполовину пустой или наполовину полный она была балансируется она под кого-то подделываются или она не идет конфронтацию поэтому общается со всеми при этом говорят что ребят мы вот вещь в себе но мы нормально общаемся со всеми чего нам не хватает я бы хотел продолжить до отвечать на глобальный вопрос который вы поставили вторым пунктом полагаю вторым пунктом изменения ситуации полагаю необходимость только хочу чтобы меня правильно поняли и вы и органы безопасности украины которые фильтруют каждый ваш эфир и не только ваш мой мои все эфир вот с последним труднее с пониманием последнего органа но так или иначе чтобы быть правильно понятым я объясню то что сегодня является как бы государственной системой на самом деле давно уже не является украинской государственной системой я имею ввиду тот аппарат не подавление аппарат квази государственный квази аппарат квази госслужбу квази институции по той причине что их существование обусловлено и поддерживается нормативной базой которая не имеет к развитию страны как страны никакого отношения это нормативная база созданная в последние годы и созданная таким образом чтобы максимально автами автономизировать аппарат государственный от государства как такового и от народа и его интересов и направить его деятельность исключительно на приведение страны к максимально колониальному виду а раз так такую надстройку нельзя считать государством в чистом виде или государственным аппаратом потому что она эта надстройка педалирует и защищает не интересы страны и не интересы людей и населяющих а интересы нескольких групп условно внутренние группы это украинский местный олигархат внешние группы это транснациональные бизнесовые корпорации или иностранные политики которые используют украину в качестве той или иной и разменной монеты и биты в геополитических играх а раз так система созданная подлежит демонтажу потому что играя в правила которые выписаны против украины играя в правила которые или по правилам которые заведомо созданы таким образом чтобы национальные интересы исконные национальные интересы гибли страна превращалась как вы говорили в ту самую колонию из которой вытягивают куда ничего не вкладывают взамен играя по таким правилам никогда не выиграешь и ничего не изменишь что может стать причина и вернее что может стать катализатором даже не катализатором а рычагом для подобного сноса или подобной смены вы назвали в самом начале да вы сказали это либо либо революционный путь либо эволюционный путь я бы добавил к этому еще третий пункт чудо нет внешнее влияние она может быть изображено в разных механизмах активных пассивных очень активных агрессивно активных менее активно большая сделка может быть и так я правда очень не хотел бы чтобы все эти наши украинские кликуши которые кричат о том что вот-вот нападет чтобы они оказались правы очень бы этого не хотел потому что я не верю в то что войну можно вести знаете чуть-чуть вести а чуть-чуть не вести я не верю в то что когда война начинается где-то еще мелькают какие-то цивилизации цивилизованные нормы нет все правила жизни обычные уходят в сторону начинаются правила другой жизни а там правила вы же нам правил не бывает совершенно верно поэтому я не верю в то что можно чуть-чуть что-то сделать все остальное как бы не тронутым оставить поэтому вторым пунктом ответа на ваш вопрос полагаю нужно считать изменение системы политика политика государственной которая на сегодня установлена в украине кстати максим в подтверждение вашего тезиса по поводу украинского госаппарата буквально недавно в начале этого месяца вышел доклад аудиторской службы еврокомиссии в котором украина и украинский госаппарат был назван дословно capture state захваченное государство это термин который они применяют к государствам в которых органы государственной власти действуют в интересах определенных финансово политических промышленных групп либо внутренних либо вниз до внутренних или внешних ну они понятное дело подразумевают внутри да потому что им хочется там а вот же колом наших олигархов побороть в пользу себе да но ключевая фраза газу разумеется в пользу наших олигархов побороть свою пользу да разумеется разумеется об украине никто не думает но тем не менее но тем не менее термин вот этот достаточно точный употребленный в таком случае господа и службы безопасности то что я сейчас сказал сказал даже не я а главный аудитор европейского союза вот так он назвал системы которые здесь садата он назвал систему которая здесь установлена можно еще раз к черт стоит а по русски захваченное государство сб к нему вопросы там я когда-то по-другому сказал что страной правит о пг общественно опасная правящая группировка то есть это группа людей которые управляют в ущерб стране они на благо ей по поводу того что вы упомянули государственная система система украинской государственной власти в том-то и дело что система никогда создана не было у нас системная недостаточность как человек сердечной недостаточностью не может жить принципиально не может жить он все время на грани смерти любое отклонение и все его не стало точно так же в украине у нас создана структура до системы и не хватает самой малости в малости системной полноты а отношения наши с нашими западными заклятыми друзьями на мой взгляд она держится на следующем веками в украине видели ту или иную форму опасности ввиду того что украина так или иначе в орбите россии которая постоянный враг и разрушить этот карфаген поскольку без украины россия как-то считается что не полна вот его нужно при этом исторический лак вот этот в 20 в 30 лет это же не о чем и понимая что скорее всего все таки все придет на станет на круге своя и вернется только туда куда надо то вот именно в этот исторический момент который вроде бы украина начала дрейфовать в сторону от россии тем не менее надо разрушить здесь максимальное количество инфраструктуры чтобы в тот момент когда опять таки будет качок назад чтобы это было как максимальный урон расценивать то есть никто никогда из них в долгосрочном периоде украину не видел в сфере своей деятельности иначе мы уже давно были в евросоюзе мы давно уже были в нато однако же несомненно здесь можно даже не трогать слова евросоюз и нато с учетом тех правил которые не сами себе по придумывали единогласного голосования за кардинальные вещи да здесь можно говорить просто об экономике с 14 года сюда можно было бы влить такое количество напечатанных долларов если если заявление о том как вы в конечно есть совершенно верно если если заявление о том что мы хотим вас поддержать и хотим чтобы у вас все было хорошо и чтобы вы показали русским как надо здесь жить да чтоб все вам завидовали сюда можно было влить такое количество ничем не обеспеченного доллара но который бы все равно запустил бы экономику поставить бы сюда своих контролеров прямом смысле слова польшу в прямом смысле слова рубить руки тем кто ворует эти самые американские доллары для того чтобы отучить их воровать до запустить экономику можно было за эти восемь лет но этого не сделано они сделаны по одной причине да это не нужно никому вы сняли с языка дело в том что когда твой друг советует тебе делать то чего он сам в жизни не делать задумайся какой какой он тебе друг да у американцев то что касается борьбы с коррупцией в них есть один единственный великолепный закон закон о контроле приобретений купил телефон окей ты купил это твои дела где-то деньги взял это твои дела вопрос только один налоги ты выплатил а вот когда ты платишь налоги тебя спрашивают откуда деньги зим и вот в эту в этот треугольник свое время попался алькопод так вот у нас вместо того чтобы создавать на буш мобу вот это все невероятное количество вчера вот обсуждали очередного нового главу нового старого главу дбр и как он будет работать или чем мы обсуждаем скажите мы обсуждаем функционал который требуется государству или функционеров которые не нужны вообще никому кроме себя сами кстати по поводу той системы которую вы вот описываете контроль затрат и так далее она будет работать в украине но я разочарую наших зрителей уже со следующего года по принятым законам она будет работать она будет работать против граждан то есть всеобщее декларирование повод этому закону о так называемой нулевой декларации и затем с сентября месяца если я не ошибаюсь будет уже запущен механизм когда при покупке скажем квартир машин и других крупных приобретений будет взиматься 18 процентный налог случае если вы не доказали происхождение средств то есть вот хранились у вас доллары грубо говоря как у судей чауса в банке где-то в огороде закопаны вы их решили достать положить банк купить квартиру нет 18 процентов с вас снимут налога может быть вы их честно заработали когда-то там в 90-е годы ну мы понимаем как бы они уже отлично понимаем что мы отлично понимаем что в нормальном государстве человек не должен что-то доказывать государство должно доказывать если он не прав мы отлично понимаем что законом о котором вы говорите нарушается коренной принцип той самой демократии которую нам сюда несет цивилизованный запад презумпция невиновности но плевать все на это хотели зеленский не стесняясь сказал когда у него спросили вы чувству пицким творить вы же совершаете преступление когда выписываете указ об отстранении судьи от должности вы не имеете к этому никакого детский сейчас глава конституционного суда зрителям да неважно какой он хороший или плохой важно что делает президент по отношению к руководителю конституционного суда украины он понимая что не может по закону убрать его в сторону он убирает его не по закону этот указ кстати отменен верховным судом и сейчас рассматривается большой палаты верховного суда апелляция зеленского на отмену зеленского же указа я к чему привожу этот пример зеленский в силу разных причин индивидуальных по видимо здесь о нем лучше как о личности богдан рассказывает так вот он не постеснялся и сказал не подумав по-видимому да мы убрали сегодня с поля работу ксу чтобы нам не мешали не отменили наши законы о языках и земле вот мотив преступления все настолько все настолько просто все настолько откровенно к чему я это сказал зачем приняли законы которые вы упомянули о налоговой декларации 1 0 и о повышении вот этих налогов и уплате налогов в том числе с операции с недвижимостью и при покупке дорогих вещей зачем это было сделано они же не стесняются они это говорят гитманцев заявил цель принять этого закона это еще 60 миллиардов гривен украинцев в качестве налога все крайне просто ночью их их мотив движения изъятие денег нет другого мотива у них выполняют ли они задачу стороннюю либо они сами такие козлы это уже вопрос будущих уверен судебно-прокурорских разбирательств отношении каждого я в этом уверен вот правда вот 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 уверен похлеще были хлыщи извините за тавтологию в мировой истории и их находили и они заканчивали не так как они из себя строили когда были при власти поэтому и здесь все реально а это ответ номер три на ваш вопрос у классика бывали хуже времена но не было подлее а это ответ номер три на ваш вопрос спасибо обязательное обязательный пересмотр происшедшего здесь в 90-е в 2000-е годы как-то так называемая приватизация есть прекрасный китайский пример как и мы и мы его обязательно но и мы его обязательно или и мы его обязательно исполним здесь нужно это делать все что было забрано у государства должно быть возвращено а те тысячи коммерцев и всего лишь тысячи это не так много а может быть даже будет намного меньше это в китае 6000 приговоров по ним у нас вероятно в сотнях будет исчисляться а те сотни коммерцев и чиновников которые помогли образоваться сегодняшнему украинскому олигархату обязательно с поражением в правах должны претерпевать всю свою оставшуюся жизнь и работать на благо государства слава богу ну опять же все у нас знаете в кавычки можно брать но слава богу разрушили столько что восстанавливать есть где есть что а мы найдем кому поэтому эти вещи должны быть пересмотрены стратегические отрасли возвращены стране не семьям стране я имею ввиду не нескольким семьям а стране потому что так называемые вертикально интегрированные компании которыми они хвастаются и которые по их мнению похожи на западные компании они созданы из украденного сначала украли шахты и заводы потом это вертикально интегрировали туда набросили газопроводы или энергопроводы электропроводы все то что строила когда-то страна потом обозвали это вертикально интегрированным кучу раз попродавали засилили решениями судов эти сделки эти судьи кстати в китае точно также получили пожизненное и сегодня отбывают свою заслуженную меру наказания потому что они разрушать пытались страну страна их за это наказала я не пытались разрушали разрушали не пытались но они разрушили ну поэтому я применил слова пытались шашель тоже он может до конца не доесть но все время ведет целенаправленно согласен поэтому мой ответ номер три это пересмотр того что было за это время с собственностью в стране с исправом собственности это не значит что я исключаю частную собственность ничего похожего поэтому и фраза новый социализм мы понимаем ошибки которые допускались мы видим хорошести которые есть в современных странах и которые не нивелируют не частную инициативу не частную собственность но олигархат олигархат как даже не класса как прослойка подлежит просто ликвидации он не нужен это беда для страны национализировать на цели национализировано должно быть то что они забрали у страны все эти годы когда стран за которые страна потеряла почти все признаки суверенитета и государственности кто-то же в ней работал они все вот их немного на самом деле это несколько созывов парламента несколько кабинетов министров это условно несколько сотен человек их не должно быть жалко потому что они не жалели страну я к тому веду что справедливое возмездие каждому кто принимал участие в уничтожении государства и государственности украинская должно быть номером три ответа на ваш вопрос а как же вернуть а как же восстановить а как же развить я в это верю это это работает и работало мы с вами вспомнили китай они до сих пор ищут всех кто украл там и убежал и ищут скурпулезно потихонечку 1 дернули 2 3 10 и китайском обществе от слова справедливость есть она люди верят в нее у нас же люди разве 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 было и до сих пор еще намного сложнее чем украинцам несомненно особенно в начале девяноски то и нет конча заспы кого в чем конча заспы а там где не надо даже искать ничего это в этой мете ну конечно ну конечно вот просто заезжая начинаю обелечивать вот человек который всю жизнь проработал госчиновником у него вдруг какой-то невероятный там но туда приедете скажу версаль отдыхает во многих случаях я уже не говорю по количеству гектаров до душу населения но в целом хорошо проводить экскурсии изучать архитектуру а раз так когда мне говорят что это из области фантастики ничего низком данные сегодняшняя жизнь показывает что все реально что раб все работает россию вспомнили да там есть олег архат но где он сейчас и где он был 20 лет назад сегодня это просто крупные крупные промышленники и предприниматель совершен совершенно точно вот а то что вы говорили о высказываниях зеленского и продуманные не или не продуманный понимаете это искренняя его позиция есть такой журналист майкл бомб вот он часто присутствовал на всех российских каналах и однажды зашла речь о том что он там что-то возмущался против политики россии ему сказали ребят но вы-то сами уничтожили индейцев чего теперь всем вдруг навязываете гуманные какие-то принципы и он совершенно откровенно таки если бы не уничтожили индейцев так не было бы штаты не было бы штатов и зал замер и могут от ведущего ли ты вообще сам понял что ты сказал не будет человеку достаточно просто дать выговориться это намек как а как мы оказались которые вот здесь для того чтобы откуда-то выйти надо понять как ты туда попал вам сказать я поспорил бы с подобным постулатом потому что иногда не надо уже ничего понимать если ты понимаешь что ты находишься в какой-то ужасно опасной ситуации лизоне нужно ее просто кардинально изменить не жалея того что вокруг они получатся очередной майдан при таком подходе как там ваш американец сказал что тогда бы не было мере нам сейчас нужна украина хорошая здоровая украина бы ответил извините максим вот майдан не получится потому что майдан это совершенно конкретная технология то есть скажем если будет может быть что-то другое на нем алиевщины да вот вот что-то такое знаете когда-то покойный разумовский очень светлый ум нашей современности не востребоваться сергей разумовский вот он сказал такую фразу от которой академик просто замер на месте он сказал что говорит понимаете вся история украины quintessence это борьба государственного и народного суверенитета если вдуматься в это действительно получается что вечное стремление народа к народовластью она подавлялась государственным суверенитетом и то что мы имеем сегодня по факту у нас в стране по конституции государственный суверенитет нас государственные органы легитимизируют народ не народ легитимизируют органы а органы легитимизируют народ в этих условиях мы не можем никуда выйти из этого кольца не можем нужно только понять, что вне этого кольца возможны движения. Внутри его, это как хомяк. Ты можешь бежать с любой скоростью внутри барабана, но ты будешь находиться в нем. Мы с вами приводили только что в пример скажем так, позднюю УССР. Республику, которая не просто развивалась, а развивалась. Которая вышла в так называемую самостоятельность, по-моему, второй или третьей экономикой Европы. В чем там была тогда борьба противоречий? А там не была борьба. Если мы вдумаемся, вот в том УССР, поскольку мы сегодня живем тоже в УССР, я сейчас это докажу. В том УССР была действительно народная республика. Вы вспомните, ну мы с вами чуть постарше, чем Даниил. Каждый человек, работающий в УССР, с каждого заработанного рубля получал в виде зарплаты от 7 до 9 копеек. Остальные 90 с лишним копеек шли на строительство всего того, что осталось сюда. Тех 160 миллионов квартир, которые бесплатно раздали. Собственности Украины, она кардинально отличается от природы собственности Запада. Когда нам начинают говорить, что частная собственность, это все, я говорю, да, окей, окей. Только вот это истинно народное. И когда вы это истинно народное, поддерживаю полностью вас, взяли и растащили, вам никто никогда не давал доверительного управления, разрешения на доверительное управление страной. А тем более отчуждение собственности. И земли в том числе. Так вот, выйдя из Украинской, Советской, Социалистической Республики, мы оказались с вами сегодня где? В Украинской, бесспорно, да? Советской, поскольку всем управляют Советы сверху, до низу, от Сильсовета, до Верховной Рады. Социалистическая мы прописали в Конституции. Социальное государство. Я вообще не согласен с вами. Ну, на заборах тоже все пишут. Мы же не верим, что на заборе, что забор это такое. Еще раз говорю, там написали и республика, которой нет вообще по факту. Где это вот общая вещь, за которую вот сейчас женщин решили призвать, чтобы они шли вот за эту общую вещь бороться. Только эту общую вещь эта женщина никогда в глаза не видела. Мне пару дней назад одна знакомая сказала, говорит, слушай, а за кого я должна идти воевать? За 95-й квартал. За землю Монсанты. Логично. Но все-таки позвольте с вами вот в одном не согласиться. Вы говорите, что не давали разрешения на то, чтобы растащить эту собственность и так далее. Кому не давали? Ну, вот олигархам, допустим, тем, кто есть сейчас в воде. Извините меня, а кто нес приватизационные ваучеры в эти все конторы? Вы сказали, что народ... Народ не давал. Народ не давал. Не давал. А кто нес приватизационные ваучеры в эти все конторы и так далее? Данил, позвольте... Понимаете, проблема политической безграмотности населения, она стоит очень остро. Но это не отменяет такой, допустим, состав уголовного преступления, как мошенничество. Ну, разумеется... Человек тоже что-то отдал, его ввели в оману, как в русский. Но при этом мы квалифицируем действия преступника как мошенника. Абсолютно правильно. Почему мы не можем точно так же сказать по поводу этих приватизационных сертификатов? Кто тогда из работяг знал, что с ними делается? Они, по сути, можем... Твой тезис в другом. Что? Если мы не займемся образованием, повышением грамотности того самого человека, который отдал единожды свои там сертификаты мошеннику, он их отдаст и второй, и третий, и пятый, и десятый раз, и будет голосовать за Зеленского, за Петра там, скакать на Майдане и прочее. Но это не нивелирует, это не нивелирует преступность действий. Разумеется, разумеется. Это и есть задача нашей программы. Я к тому, что недостаточно просто наказать преступников для того, чтобы заключить новый социальный договор и чтобы он был более качественный. У нас старого нет. Хорошо. Чтобы он просто был, давайте так, да, необходим определенный уровень осознанности населения. У нас люди голосуют неосознанно. Совершенно верно. Что с этим делать, на ваш взгляд? Ну, я извиняюсь. Что делать с мошенниками, мы поняли. А вот... Извиняюсь, предварю маленькое. Дело в том, что вот, как говорил Волошин, в любом государстве параллельно сосуществуют две власти вне закона. Это власть официальная и власть криминальная. В годы великих потрясений они меняются местами. Что по сути одно и то же. Так вот, в криминальных кругах есть такое понятие. Если ты не научил, ты не имеешь права спрашивать. Это беспредел. То, что вы говорите, это полная недееспособность. Это пьяному можно подсунуть бумагу, он там подпишет, подпишет тебе дом. Но когда выяснится, я согласен с Максимом, эта сделка будет признана ничтожной. Народ обобрали. Народ обобрали. То есть, вчерашнего коммуниста, который сказал, что он теперь великий демократ, его взяли и поставили. Он прекрасно знал, как работают эти механизмы. Он прекрасно знал, как работают эти механизмы. И он их запустил. Размели все при нем в основном. Кучма уже начал потом это все структурировать. Я попробую ответить на ваш вопрос, Дмитрий. Я не верю в то, что можно посадить на скамьи школьные, неподсудимых, школьные. 30 с лишним миллионов оставшихся граждан Украины. Не верю в это. Это нереально. Ну, это реально, если у тебя есть лах временной лет, я знаю, 15. Ну, можно, конечно, их учить, 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 объяснять простые языки какие-то. Я верю в другое. Я верю в то, что можно создать такой государственный аппарат, такую государственную систему специалистов, которая в обязанности которой будет входить не допускать подобные вещи. Опять же, исторически так было уже. Это не я придумал. Так было. Что сдерживает любого высококлассного чиновника от злоупотребления своим положением? Две вещи. Кнут и пряник. Пряник это в виде льгот, возможностей, вечного почета, записей, развития детей и так далее. Ну, карьеры. Да. Что здесь? Кнут. А я думаю, что прозрачности контроль должны здесь присутствовать при этом. Это можно, кстати, включить в два этих наименования. Кнут. Жесточайшее наказание. Я абсолютно серьезно считаю, что чиновнику, которому даны огромные полномочия, точно так же должно грозить иное наказание, чем обычному человеку за аналогичный проступок. Почему? Потому что у него возможностей многократно больше. Потому что его подпись, движение, звонок по телефону влекут за собой последствия многократно большей мощи, чем такие же движения, совершенно верно, совершенно верно, чем такие же аналогичные действия обычного человека. Что имеется в виду? Кроме конфискации, тюрем, невозможности работать больше нигде и никогда толком, поражение в правах близких членов семьи. То есть ты ставишь на карту, беря взятку, отдавая отрасль условному без фамилии, олигарху, продавая землю страны, ты ставишь на карту, вернее, ты знаешь об этом, ты ставишь на карту будущее твоих детей. Рискнул? Не обижайся. К папе вопросы, там ответы. Я искренне считаю, что Украине это поможет. Китаю в свое время пару тысяч лет назад именно это поможет. Это нормально. Ты рискуешь будущим наших детей, ты продаешь имущество, которое принадлежит условно всем нам в виде украинской государственности, украинского государства, тогда не обижайся. Тогда твоя шкура нас мало интересует. Ты рискуй всеми своими. Рискни. Ты украл же для них, чтобы им положить в банк. Не обижайся тогда. К чему веду? Кнут и пряник работают. Так вот, система, которую я хочу, которую я очень хочу создать в Украине, она может быть уравновешена подобными противовесами, извините за тавтологию, в том числе, о чем говорит Сергей. Это реально сделать. Смотрите, приведу практический пример. Я не теоретик, я слаб, наверное, либо стараюсь некоторые вещи по-простому выражать, но почему? Потому что я всю жизнь в практике был. Я когда-то возглавлял военный аудит. Это как КРУ. То есть, это никак. Ну, то есть, украли в военном бюджете деньги, а КРУ через два года пришло и написало справку. Ой, украли в военном бюджете деньги. Ай-яй-яй-яй-яй. И все. И кому от этого толк? Никому. Мы вообще изменили систему работы аудита. мы сделали ее операционной. То есть, вычленяются сделки, которые априори понятно, что там будет какой-то коррупционный цилиз. Ну, составляющая совместность. Совершенно верно. Их не так много. Ну, условно, 10 основных сделок. Продажа, аренда, покупка, бюджетирование как таковое, списание, утилизация. Вот, шесть я назвал, да, там, четыре могу позже назвать. Не важно. Стало быть, каждая сделка, которая министерством заключается, должна изучаться не после того, через два года, а до того. Уже в самом начале аудиторы должны смотреть. Это та прозрачности, которую вы говорите. Это же все работает. Абсолютно работает. В самом начале аудитор уже дает заключение свое о том, эта сделка несет риски или не несет. Мне говорили, это нереально. Вот так реально. Вообще реально. На день буквально аудиторы задерживали заключение сделок. Мало того, можно прописать методичку проведения подобного рота сделки. Это все было сделано. Сергей, я вам скажу, что мы с этим опытом были в Министерстве обороны Британии. Мы были с этим опытом в Transparency International. Это в какие годы? Это в 2013 год. Незадолго до бардака. Вот спасибо вам. Вашими усилиями. Те поняли, что если там будут сидеть такие гальдарбы, в этом смысле. Недалек момент, когда Украина вдруг начнет развивать. Я вам скажу, я вам скажу, мы за полгода сэкономили, попробую по памяти, по-моему, что-то около 10 или 15, точно не скажу, миллионов долларов. Это те, которые были... Больше, чем НАБУ за все годы своего существования. Кстати, кто-то недавно... О, мы о войне, об армии заговорили. Смотрите, вчера была публикация, что оказывается военный бюджет Америки был... Читали, да? Был ограблен на 100 миллиардов долларов за последние несколько лет. И кто-то в посте пишет, так сытника себе возьмите туда, он поможет вам с коррупцией бороться, которого вы нам сюда всунули. Заберите туда, пусть поможет 100 миллиардов этих вернуть. Я вернусь к украинскому военному аудиту. После того, как мы сделали это на уровне министерства, нашу инициативу перехватили и постановлением Кабмина внедрили во все ведомства и крупные государственные корпорации. Но потом произошло то, что произошло, и операционный аудит в военном ведомстве был постмайданными министрами помножен на ноль. Он мешал. Ну, представляете, ты хочешь стырить, ты рассказываешь, что сейчас Путин нападет, цену выращиваешь в три раза, например, канистра масла, вернее, литр масла. Один из заместителей уже постмайданного военного министра, только на масле, если я не ошибаюсь, в летом 2014 года сострих что-то там около по-моему 13 миллионов. Только на масле, на машинном масле. Фишка была в том, что его решили закупать в маленьких литровых упаковках или двухлитровых, вместо того, чтобы закупать оптом по намного более приятной цене. как в формуле любви. И солонку спер. Поэтому, конечно же, им мешал и операционный аудит, и прозрачности, и контроль. Но я к тому, что это все есть. И это было. И оно работает. И будет работать. Если в этом заинтересован и заинтересованы топ-менеджеры государства. Никогда они не будут. Я с вами не согласен. Мне в этом смысле нравится... Если нет функции ревизионной комиссии... Конечно, она должна быть, эта функция. Причем максимально... Вот этот домокло в меч, он должен быть реальным. Если его нет... Знаете, как марксистко-ленинская философия в применении коммунистической партии Советского Союза. Это чисто материалистическое учение, марксистко-ленинская философия. Но в которую вклинилось сознание масс. Я вот тогда еще говорил, говорю, а как вы, будучи материалистами, говорите, Бога нет, души нет, нифига нет. И вдруг есть некое сознание. Сознание масс. На котором стоит одна из ножек стула, на котором вы пытаетесь сидеть. Как же вы сидите? И воспитание нового советского человека, который должен быть бескорыстным идеалистом, но при этом ему с утра до вечера вталдычивается, что материя первична, там сознание вторичное и так далее. Ну вот и воспитался Горбачев в итоге. Надо было вам перед Новым Годом вот это вот. Вспомнить не к столу. Давайте о современности, не о прошлом. Давайте о современности. Да, Максим, вот в продолжение моего вопроса. Я согласен со всем тем, что вы говорите. Это разумно, это грамотно, правильно с точки зрения госуправления. Но все-таки остается один важный вопрос. Мы понимаем, что чтобы привести таких людей к власти, нужна определенная поддержка среди масс. Как вы, или, допустим, как вы считаете, как вот эти здравые политические силы должны добиться такой поддержки при том самом низком политическом сознании масс, о котором мы говорили выше. Это очень серьезный риск оболванивания так называемыми многочисленными проектами и так называемыми свежими новыми мордами, лицами этих самых масс идет полным ходом. В руках кто создает проекты? Олигархат. У него есть деньги, он может в состоянии посадить какого-то чувака в автобус, катать его по всей Украине, вешать кругом плакаты и рассказывать, вот это теперь новое лицо, это очень хороший парень или девушка или еще кто-нибудь. Мы только что его обсуждали. Я не привязываюсь сейчас ни к каким фамилиям, и я не слышал, о ком вы говорили. Я привожу вам гипотетический пример, что так делается, да, либо постоянное юзание на телеканалах и старых рож, и новых рож. Каждый день, вот каждый день один тебе что-то вещает, вещает изо дня в день. Это же тоже, ну, зомбирование определенного рода. Я к чему? Абсолютно согласен с тем, что это очень серьезный риск, в первую очередь для Украины, потому что она опять в таком случае отсрочит возможность своего возрождения. Во вторую очередь, это очень серьезный риск для тех здравых людей и сил, которые чего-то хотят для нее позитивного и хотят здесь остаться, чтобы своя, чтобы их фамилия была... Или вернулся. Да, чтобы их фамилия была вписана по-хорошему в книжки украинские, а не так, что любой президент, ну, говно на говне, говном погоняет, да. Ну, это же факты. Ну, кто, о ком хорошо говорят? Да ни о ком. Один создал олигархат, другой был иностранным агентом влияния, откровенным. Третий, струсил, убежал, бросив страну, бросив армию, бросив тех же милиционеров, которые... Первый пароход, который его защищали. Да. Четвертый, правильно назвали кровавый барыга. У кого есть сомнения в этом? Кем надо быть, чтобы бросить эту лодку под военные катера с одной единственной целью? Чтоб кровь моряков украинских по морю поплыла, а ты объявил бы военное положение. Что непонятно было тогда? Тогда еще, к чему это все ведет? Ну, и пятый, это вообще... Вы знаете, сейчас я отвечу на ваш вопрос, но просто вы же не задаете вопросы дважды два-четыре. Вы какие-то сложные, пытаетесь глубокие вопросы задавать. А вы бы хотели несложные? Нет, не хотел бы. Я просто очень надеюсь на то, что люди, которые это будут смотреть, хоть что-то поймут. Это очень важно. Нам нужны сейчас разумные и злые люди. Так вот, я затронул президентов. По-пятому, это кем надо быть, как себя вести, чтобы сегодня рейтинги показывали, что во втором туре ты проиграешь кровавому барыге. В этом одна из бед, которую несет в себе нынешний президент. Он может позволить реваншировать абсолютно конченым негодяям. В этом одна из серьезнейших бед, которую тянет за собой его президентство. То есть, вы считаете, что нынешний лучше, чем предыдущий? Я считаю, что нынешний настолько плох, что люди, сравнивая зло с ним, уже начинают выбирать зло. Я ответил на вашу вопрос? Да, мы вот с Данилой перед началом программы говорили, я там вчера сам себя цитирую, был на прямом канале, и там, когда начали очередные рейтинги обсуждать, я говорю, понимаете, рейтинги в Украине, это вот человеку дают коробку. Вот там есть блохи, клопы, тараканы и там, я знаю, и вши. Ему говорят, выбери из этих. А, ну это правда. Он говорит, так я не хочу это выбирать. Он говорит, другой, короче, для тебя нет. И вот это те рейтинги, которые нам пытаются навязать. А это тоже воздействие на массы? Это очень офигенное воздействие. Конечно. И когда человеку говорят, ну посмотри, какие рейтинги? А я говорю, одну минуточку, тебе от этого рейтинга, ну что, хлеба лишний кусок съешь, или масло, или там ребенок в школу пойдет накормленный. Что тебе до их рейтинга? Они меряются своими рейтингами. А вот ответ на ваш вопрос, Данил, я объясню. Вот вы говорите, а что ж тогда делать? А я верю в то, что, там, Талеб называл это каким-то лебедем разноцветным, кто чем, кто как. Я верю в то, что, ну, в этой жизни далеко не все в руках человека. Даже хитрожопого человека. Такого, пытающегося всех обмануть во всем. Вот я считаю, что божественное проведение, иногда, такие штуки может подсказывать людям, что ни один рейтинг, купленный и проданный уже сто пятьсот раз, не сработает. Ни один плакат не сработает о том, что я вам расскажу, как жить. Ни одно, ни каждодневное телевизионное выступление не сработает. Просто в силу того, что и озарение может быть. И в конце концов, реальная протестность сказать всему тому, что они видят, что люди видят изо дня в день, из года в год, сказать пошли в сторону. По-другому будет. Я верю в то, что при работе этих самых здравых сил раз и два, при естественных обстоятельствах, которые так или иначе являются основными, а искусственные обстоятельства это только надстройка над естественными, на естественных обстоятельствах. Так вот, а естество, оно все равно идет рано или поздно, оно все равно придет к какому-то ответу, к какой-то логике. А логика такова, и эта логика все равно прочувствуется, что все вот это вот, что есть, это нужно менять. И как можно быстрее, не жалея, Потому что вопрос стоит о жизни и смерти государства и людей в нем. Недавно опубликовали госстатовские цифры по хлебу. Опять вы о плохом. Почему? О вкусном. Просто исходя из этих же госстатовских цифр по хлебу и по муке в стране сегодня 17 миллионов человек. Я могу допустить, что с учетом покращения от Зеленского в бизнесе половина в тени. Тем более, что официально у нас не меньше 50... Они что, хлеб не едят? Статистика что же меняется в таком случае? То есть, в прямом смысле слова. Вы же понимаете, что сейчас многие элеваторы в частных руках, поля в частных руках, хлеб производится хлебопекарнями, не все проконтролируют. Вот даже если представить себе, что похыпка 100%, то нас, как ни крути, в Украине осталось 30 с маленьким хвостиком миллионов человек. Есть еще один непрямой метод подсчета. Это через количество первоклассников. Это очень точный подсчет. Очень точный. Почему? Ведь у нас падает рождаемость. Это же не значит, что... Я могу показать этот метод, но сейчас просто не место этому. По поводу того, что нужно от этого отказаться и уйти, не видоизменять, а просто отказаться от этого. Знаете, как курс лечения назначен, и вот говорит, что выздоровление не наступает, потому что нужно убрать эту или ту таблетку. Убрать надо весь курс. А метод ухода от этого, все уже давно написано. Федория Нагорен. Когда бабушка Федора вела себя некорректно со своей посудой. Посуда не бастовала, не ходила с лозунгами, ничего. Она повернулась к бабушке Федоре спиной. И пошла в свою сторону, туда, куда нужно было ей посуде. И когда свободовцы, помните, когда они пришли в парламент, они первое, что сделали, они спилили забор вот этот вот. И мне один свободовец говорит, ну, боже ж, мышцы, паркан убрала. Я говорю, еще две нитки надо было поставить, с этой стороны калитку запереть на ключ и сказать, вот теперь там правьте себе, это не самая плохая земля в Украине. Мы вам будем харчи подвозить, кому там эти девочки нужны, девочек вам туда запустим. Вы там себе правьте, а мы уже без вас будем мучиться. Как-то мы себе организуемся. То есть, вот каждый раз, когда говорят, что, ну, подожди, ты что, против государственности? Я говорю, нет, я за государственность, поскольку то, что у нас сегодня имеется, это государством нельзя назвать. Если кто-то сомневается, загуглите, пожалуйста, у Гумилева есть хорошее определение. Ахимеры, вот там все написано. У Льва, который? Да. Там ни одной запятой нельзя переставить. Это научный факт. Вот таким образом государство не организуется. И поэтому, когда мы говорим об улучшениях, то у меня сразу образ возникает вагон в поезде, который в целом идет не туда. И приходит там начальник поезда, говорит, пацаны, теперь заживем, сейчас дорожки поменяем и занавески переведем. А поезд идет туда, он говорит, слушай, ну, дорожка же тебе, ну, класс, дорожка. Мужики, как с новой дорожкой будет? Ну, с новой лучше. Потому что едем мы все равно не туда. Вот этот момент. Машинисту с каждой новой дорожкой становится все лучше и лучше. Понимаете, я же все время в образах каких-то вижу вот эти, у меня как комиксы рисуются. Вот каждый из нас когда-то куда-то ездил на поезде. Ну что, как это осуществляется? Я понимаю, что мне надо ехать, допустим, в Житомер. Я иду на вокзал, спрашиваю, во сколько идет этот поезд, сколько стоит билет, какой там вагон. Ну, такие, мне никогда в голову, я думаю, ни одному украинцу или вообще в мире не пришло спросить, а как фамилия проводнее этого самого машиниста поезда. Да мне пофиг, какая у него фамилия. Он едет по рельсам, он довезет туда, куда надо. Если он вдруг пьяный или что, то так его выбросят в Кедрини-Фене и поедут туда. А у нас нет этих самых рельсов, мы не знаем куда ехать. Зато мы знаем фамилию машиниста. Да. И проводников, и проводниц. А у нас же нет машиниста, поскольку рельсов нет, у нас есть таксист. Вот таксист от водителя, от трамвая отличается именно тем, что он может поехать куда угодно. И я уже говорил, что вот эта система выборов и кратность, там, четырем или пяти годам. Ну, я говорю, ну, смотри, ты вызвал такси, тебе сказали, там, расстояние 15 километров, столько-то денег. Ты садишься туда, и вдруг с ужасом понимаешь, что тебя везут не туда. И ты говоришь, что, парень, ты не туда едешь. Он говорит, спокуха, 15 километров вы делим, а там можешь пересаживаться, ехать куда угодно. Так вот эти вот 15 километров, это помимо того, что вы говорите, разрушается страна, это убивается жизнь целого поколения. Конечно, время теряется, которое не вернешь никакой. Вот те, как один мне сказал, говорит, надежда на молодых, нужно молодых. Я говорю, послушай, те молодые, которые в 91-м году стояли на этом самом, на граните, они сейчас уже достаточно половозрелые, многие из них пенсионеры. И куда привело это все? То есть сознание, вот то, что мы с вами обсуждали, как одно из вероятных названий цикла, это территория смысла. Люди должны, людям нужно вернуть смыслы того, что делается. Иначе будет, как на Майдане, когда они стояли и хриплыми глотками на морозе неделю кричали, лидера давай, вот это да сделал вывод. Он лидера этого видит, как человек, который придет и скажет этому дураку, что он хочет. Не лидер хочет, а что дурак хочет. То есть, как в том еврейском анезоте, изя быстро домой. Я что, замерз? Нет, ты хочешь. Да, ну что ж, я думаю, время нашей передачи подходит к концу. Максим, краткие пожелания нашим зрителям в новом году. Не бойтесь, не будьте сильно добрыми. Стремитесь исправлять ошибки, которые допущены. Не жалейте тех, кто не жалеет вас. И при всех обстоятельствах любите своих близких. Пусть у них все будет хорошо. И любите свою страну. Нам она Богом дана. И чертей, которые пытаются ее испортить, жалеть не надо. Вот так. Спасибо вам за эту беседу. В гостях у Первого Казацкого был Максим Гольдарб, председатель партии «Союз левых сил». Ну, а также мы, авторы передачи-версии, Сергей Вазовский и Данил Богатырев. Подписывайтесь на наши ресурсы. Институт глобальной цивилизации, телеграм-канал политолог Богатырев, основной и резервный канал Первого Казацкого. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok